На початку рабочей поездки ознайомление с ходом полевых работ. Ситуация селита далеко не самая горшая. Забеспеченность носения мировых зерневых и зернебобовых у Беларуси складает 137%, на гомичне увогли 161%. Пытания, которые потребуют оперативного выращения, разглядаются на селекторных нарадах с уделом представленников Минпрама, Минсельскача, заводов вытворцев. Александр Лукашенко ходом полевых работ у целом задоволен, но на одну проблему увагу всё-таки звертая. Контроль за экономичным расходованием ресурсов повинен быть больше пильным. Я не стану вам объяснять, что такое сегодня экономия и контроль за расходованием топлива. Топливо, литр сегодня солярки и того же бензина ниже, чем даже в России. Доведите до всех. Экономия жесточайшая. Мы видим, где воруют. Мы видим, как с баков сливают, как продают на дорогах и так далее. Не дай бог, мы обнаружим это. Ну, ответят губернаторы и все по вертикали вниз. Экономия, гэтаящая и макчимость повышения зарплаты работникам. Подчас наведывания открытых акционерных товариств Речи Садреву Александр Лукашенко до темы заробков у одну тысячу рублёв звертается снова. Тут основная краница доходов. Выпуск экспортно-ориентованной продукции. Увы, негу проведенной модернизации. Тередняя зарплата у тысячу рублёв повинна быть досягнута до конца этого года. Зараз она, амаль, на 40% меньше. Модернизация акционерных товариств Речи Садреву ведется в ответственность с указом президента от 18-го столичника 2007-го года. В середине этого года она повинна быть полностью завершена. Что это даст в экономичном плане? Когда в 2015-м рентабельность продажи продукции предприемства складала минус 15%, то сегодня это повинна досягнуть плюс 4. Огольный объём инвестиций в модернизацию открытых акционерных товариств Речи Садреву больше 170 миллионов евро. За эти сроки организованы в творчестве, звычайных и ламинированных плит ДСП и фанеры. Проведена модернизация мебельной фабрики, реконструкция котельной, обновленный парк лесонархтовщей техники. 90% продукции призначена на экспорт в темнику Украины Евросоюзом. Сирот стремлюющих факторов падение су-светных цен, что не самым лепшим чином отбилось на экономице Речи Садрева, а ли есть подставы мерковать, что эту проблему можно передолить. Производство ДСП у нас увеличилось по сравнению с прежним заводом старым в два раза. Производство фанеры увеличилось в семь раз на данный момент. Наметилась положительная динамика в экономических показателях. Март, по крайней мере, у нас уже с рентабельностью от продаж. К сожалению, попали в зону турбулентности, я бы назвал ее, потому что возник завод Кроношпан, работали Ивацевичи древ к моменту нашего появления. По ходу перепроизводства появилось, и, собственно говоря, мы на этом рынке расталкивались. Но сегодня все эти проблемы сняты. Благодаря банку развития у нас финансовое состояние тоже налаживается. Зараз у Беларуси наличивается около трех тысяч древоопроцовщих предприемств у розных форм уластности. Сгодно с указом президента, за минулое 10 годов проведена модернизация девяти основных вытворчеств. Сегодня Александр Лукашенко переконанны, что это было правильное решение. Отворотом выпадку в Беларуси древоопроцовщие голены просто уже не исновало бы. Они бы сегодня ни одно предприятие не существовало. Они бы умерли. Умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Поэтому, слава Богу, что в свое время спохватились, приняли решение по модернизации, исходя из того, что в нашей стране есть сырье. Самые значные работы, которые застается выполнять на речице-древе, связаны с завершением будовництва цеха по вытворчеству синтетичных смол. Продукция для Беларуси не новая, а ли ранее все компоненты для них были импортными, у речицы их упершению заменить отчинными. Только на логистике мы уже выигрываем. А еще за счет того, что свое сырье и нет торговых всяких надбалок, накруток, соответственно, себестоимость снижается. Подчас встреча с прационным коллективом Александр Лукашенко означает, когда будет такая необходность, держава за все докажет допомогу, а ли при одной умове люди на местах повинны и сами импнуться працевать и зараблять. Уже в ближайший час шерах нормативных актов будет кардинально перегрежены, а предприемства у сих форму уластности станут больше свободными при принятии решений в попытках своего развития. Александр Лукашенко называет плановые решения революционными. Сейчас самим людям надо шевелиться, самим людям. В ближайшее время мы примем революционное решение по предпринимательству, по бизнесу. Мы вообще раскрепостим и этот бизнес, который в речи содрев, и маленький бизнес, индивидуальных предприятий и прочее. Ты пришел, заявление оставил, что ты хочешь заниматься этим делом, налоговой инспекцией зарегистрировался и пошел работать. Пожарники, санстанции и прочее, все до минимума будет сокращено. Главное – это жизнь людей.